Микс Ньюс Кто-то говорит, что он был честным врагом для России, некоторые называют его настоящим другом. Вот насколько Маккейн значимым вообще фигурой для России? Да нисколько значим. Маккейн, в общем, был таким достаточно маргинальным политиком, политиком, представляющим радикальное течение некое. Хотя, безусловно, как человек, как носитель нравственных ценностей, и как семьянин он был, безусловно, образцовым, возможно, но при этом Маккейн, как международный политик, был абсолютным фриком. И расценивать его как лицо американской дипломатии и внешней политики нельзя. Он просто такой вот смешной депутат был, который понял. И я думаю, что этот человек, он больше такой отвлекающий манерный уже был. Его надо было придумать, чтобы был такой Маккейн, такой абсолютный злодей. Так что, слава Богу, что он не был принимающим решения человеком. Хотя, в общем, такой, в какой-то степени а-ля Жириновский 90-х годов. Ну вот как раз, когда говорят о политиках и Жириновского, о котором вы упомянули, и вас часто тоже называют вот таким достаточно провокационным лицом российской политики. Как вы, кстати, оцениваете к этим определениям? И как вы реагируете, когда вот в отношении вас такие делают заявления? Да никак не реагирую, потому что реагировать политику бесполезно на какие-то заявления, на какие-то его определения. Не нам судить. Не политики должны судить о себе, а должны судить их избиратели. Но понятно, что в какой-то степени вот сейчас Владимир Вольфович Жириновский является человеком, который олицетворял определенную эпоху, да, 90-х годов. У него был интересный взгляд по Ближнему Востоку. Многие его вещи нашли подтверждение. Хотя я политический оппонент, может быть, в какой-то степени. Ну, наши партии находятся в оппозиции друг к другу. Но тем не менее, он оказался прав во многих вещах. И я оказался прав во многих вещах. Хуже, гораздо хуже. Когда про политику говорят, это обычный, невзрачный, безликий, синий пиджак, который что-то там бурчит, ходит с транспарантом на партийную демонстрацию. В общем, такая серая, безликая масса. Это гораздо хуже, когда про политику так говорят. Ну вот, возвращаясь к Маккейну, он всегда поддерживал Украину, постоянно требуя от властей Вашингтона дать Украине оружие и помочь в войне с Россией. Вот вы ездили тоже на Евромайдан с призывами, что Россия и Украина должны быть друзьями, да? То есть, ну, я так абстрактно говорю. А вот что, на Ваш взгляд, вообще будет дальше происходить с отношениями России и Украины? Вот США будет как-то участвовать в этом конфликте сейчас? Я ездил на Евромайдан к друзьям, к друзьям украинцам, которые считают, что разделение глупо, недопустимо. Маккейн туда приезжал с карманами набитыми, с ящиками долларов, это чтобы подкупать всех этих продажных идиотов, которые там были. И были продажные идиоты, и стали продажные идиоты. Я уверен, что мы в России не имеем права нагнетать антиукраинскую истерию, что касается людей. Люди не виноваты. И самое главное, надо понять, что... И не пугать людей на Украине, когда мы говорим, что мы якобы поддерживали Януковича. Мы не должны были поддерживать Януковича. Янукович сам допустил Майдан. Это человек, который метался, разрывая штаны между Востоком и Западом. Он же спровоцировал. Он сначала готовился к евроинтеграции, потом испугался. В общем, потом он испугался евроинтеграции, потом он послушал голос разума, но было уже поздно, он запустил процессы, которые его и съели. Так что для большинства людей, которые жили на Украине, особенно моих друзей, которые живут в Горловке, еще в других местах, Янукович является таким антигероем абсолютно. И уж точно, это наш просчет, большой-большой просчет, что мы упустили. Потому что все наши эти посланцы, как вам объяснить, все эти наши двигатели русской культуры, которые были на Украине, они же были ничтожны по сравнению с американцами, которые, причем я не говорю, это не в плане ругательства, а в плане оценки, что американцы, знаете, как коршун-падальщик, 25 лет кружили над Украиной, 25 лет они воспитывали студентов, журналистов, общественных деятелей, они ждали. А мы что делали? Приезжали туда, там, хоть концерт, матрешка, балалайка, водка, там, дружба наверх. Понятно, но мы проиграли эту войну тогда, и сейчас, я думаю, мы делаем все, чтобы больше такого не повторилось. Ну вот вы как-то Хилл или Клинтон назвали ведьмой в интервью, а к Трампу вы как относитесь? Да никак я к нему не отношусь. Я не стал аплодировать там и вскакивать в восторженном парлире, когда он избрался. У нас некоторые повскакивали с мест и стали хлопать. Я говорю, что они делают? Что они делают вообще? Даже если бы предположить невозможное, что были какие-то договоренности с Трампом, если бы они были, то тем самым мы его подставляем, потому что американский истеблишмент не готов к резкому развороту. Он настроен стандарт на антироссийский. Просто он всегда был антироссийским. Просто когда Россия была слабой демократической, либеральной таряпкой, антироссийские настроения проявлялись в том, что они поддерживали демократию России. Это был лучший удар по России, который можно придумать. Трамп хитрый, Трамп прагматичный, Трамп бизнесмен. С ним можно разговаривать, ему можно предлагать какие-то вещи, основанные на разумной выгоде для Америки. Он не будет думать о выгоде для России, для Кореи, для кого-либо угодно. Он думает только о своей выгоде и о выгоде Соединенных Штатов. Поэтому это достойная позиция. С учетом этой позиции не надо вести разговоры. Надо запретить всем нашим олигархам и прочим спонсировать всяких фейковых шпионок и так далее. Это не имеет никакого отношения к российским спецслужбам. И подставлять не надо российские спецслужбы, выдавая каких-то там девчонок болтливых за наших там матхарь. Нет, у нас другие сотрудники совершенно нормально не работают. Надо перестроиться и надо понять, что методы, которыми отдельные олигархи привыкли решать вопросы где-то в провинции, там всех приехать подкупить, там в Америке не работают. Ты можешь заплатить деньги лоббистам, с тобой могут встретиться даже за большие деньги. С теми могут покивать с помощью лоббистов. Лоббисты там не являются уголовным наказуемым деянием, а официально. Но это не значит, что встреча, которую ты провел с тем или иным политическим советником, и его рукопожатие что-то значит. Они ничего не значат. Это все равно как московское «давай, старик, не пропадай на связи». «Все, напоминай о себе, старик, все, помню, давай, я тебя услышал». Это пустые слова. Это пустые слова. И Америка – это страна, где вот так вот просто с помощью девчонки, мальчишки или такого там хакера, там не решишь вопрос. И поэтому мне неудобно, что какие-то непрофессионалы, никем не авторизованные, вообще никем не авторизованные, пытаются выдавать себя за представителей России. Их никто никогда не посылал. Поэтому вот эта самодеятельность, она вредит образу страны. И я думаю, что руководители страны прекрасно об этом знают. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. Напомню, что на прямой связи из Москвы с нами депутат Государственной Думы России Виталий Милонов. Вот еще один вопрос, связанный с антиамериканскими настроениями. Очень часто можно услышать и прочитать, в том числе и в русскоязычной прессе, о том, что в России растет уровень антиамериканизма. И он является ответом на растущие, в том числе в Европе и на Западе, поскольку Запад это абстрактное понятие, мы подразумеваем Европу и США, такие настроения антироссийские. Вот как вы оцениваете вообще настроения жителей России в отношении Америки? Какие они? Да сложные отношения, потому что, к сожалению, мы не знаем отношения обычных американцев. Мы с ними не сталкиваемся, у нас маленькие связи с Америкой. Я, как и со всеми другими странами, русский человек, он любит других людей, он не будет там, как бы, видеть в кого-то, в ком-то врага, именно как в нацию. В нацию никто не воспринимает как врага. Но отдельные представители, ну, действительно, там, с помощью таких фариков, как Маккейн, они пытаются подтолкнуть к противостоянию на национальном уровне. Но ведь в бытовом плане же у нас нет ничего, мы же не какие-то лузеры, жертвы пропаганды. Например, вы же на Украине не сможете с российскими номерами поездить на машине? Будут очень большие проблемы, могут быть проблемы, да. Или там с Георгиевской леточкой. Ну, а в России полно украинских машин ездят. В общем, никто не смотрит из какого они региона, из Донецкой, Вурганской республики, или из Киева, или из Львова. Эти люди абсолютно безопасно себя чувствуют. Точно так же, как и когда был чемпионат мира, мы слышали, и я очень много дал комментарий в западном медиа о том, что западные политики и отдельные личности высказывали, что тут будет небезопасно. Там будет атмосфера ненависти, агрессии, слежка КГБ за всеми, там, не знаю, подсыпание мельдония, там, или там еще полония, в бутерброды, блины. Ну, что же не получилось. То есть чемпионат мира прошел, у нас вот под Думой ходили, внизу там польские фанаты кричали «Польша!» «Привет, парни, все отлично!» Вот. «Мы вас поддерживаем!» Ну и что? Нет конфронтации, нет атмосферы ненависти. Вот. И поэтому люди не очень хорошо понимают, зачем вообще они это делают. Почему вдруг против России там применяют санкции какие-то? Они идиоты. Они нам помогают. Они сплачивают наш народ тем, что они вот эти санкции откровенно идиотскую риторику занимают. Ради чего? Ради кого? Было бы ради чего стараться. Вот. Ну, видимо, это в какой-то степени отвлекает от внутренней повестки наличие врага в образе России. Корея-то не подходит на врага южная и северная. Она слишком маленькая и бедная. Да, Россия подходит, поэтому консолидация элит происходит. Ну, вот говорят, что в России создается видимость отсутствия альтернативы Путину. Как вы считаете, как долго Владимир Путин еще будет управлять страной? Слушайте, вот я в Государственной Думе нахожусь. Я не могу сказать, что я какой-то руководитель. Я абсолютно рядовой депутат простой. Но все-таки в Госдуме, да. И кто создает эту видимость альтернативы, невозможности альтернативы Путину? Я не знаю. Я честно, искренне не знаю, кто вообще этим занимается. Я не вижу какой-то деятельности, даже у нас в «Единой России» еще кого-то без альтернативности. Об этом, поймите, никто не говорит. Никто не обсуждает. Мы друг с другом это не обсуждаем. К нам не поступают секретные шифрограммы из Кремля. «Создайте атмосферу невозможности альтернативы». Нету этого. Просто есть какая-то ситуация, которая есть объективным, статус-кво, объективной оценкой ситуации на сегодня. Что есть сильный президент, сильный политик, которого, понимаете, в чем фишка? Ни которого заставляют уважать, ни которого нужно уважать или выгодно уважать. Люди в России, вот это может быть не всегда понятно европейскому избирателю, у них другая система, у них слабая государственность, они хотят видеть уважаемого политика во главе. Им не нужен политик во главе страны, которого не уважают. Поэтому есть общественный запрос насильного политика. это то, что нас отделяет ментально, может быть, от каких-то микрогосударств, которые хотят видеть, так сказать, абсолютную... Ну, микро не в плане, в коем случае, неуважения. Ну, просто маленький государств, где традиционная коммунная система. Исландия, например, да. Она хорошая страна, там отличные люди, отличное руководство, но у них другая система управления. Там, вот, со времен викингов, стортинг или, там, вот эти вот всевозможные парламенты народные, которые сидели и там принимали какие-то решения. Ну, такая она же... Государство без армии, без... Без foreign policy сильные. Просто, ну, они живут так, как им нравится. И они счастливые люди. То же самое, там, Эстония. Не нужно иметь сильного лидера. Или при Балтике, там. Другим государством Балтии. Не нужно иметь мощного президента, который был бы... Они другие люди, ментально. Им хорошо жить так. И мы уважаем этот выбор. Уважаем выбор, что... Да, но для России другой выбор. России нужен царь. России нужен в какой-то степени. Да, сейчас царя нету. Царя убили, кстати, латышские стрелки его остались. Ну, в том числе участвовали в перевороте большевистского. Вот. Нет, есть сильный президент. Хорошо, мы не говорим про монархию. У нас есть сильный... Нам так нравится. Дайте нам, что нам нравилось. Мы же не смеемся над традицией гавайцев носить цветы смешные и ношения. Это их традиция. Хорошо, мы уважаем эту традицию. Почему не уважают наши национальные традиции? У нас водку пьют. Я не пью. Кто-то пьет. Кто-то в ушанке ходит. Хорошо. Кто-то шпроты ест. Кто-то ест хлеб, который для русских кажется немножко странным. Такой сладковатый прибалтийский хлеб. Кому-то он нравится. Это вопрос многообразия. Надо оставить за странами право на собственное многообразие. То же самое, как я только что вернулся из Даманска. Там все любят башараться. Они его любят. Не надо им говорить, что это плохо. Они так хотят жить. Хватит нарязывать свое видение к этим людям. Вот много вопросов нам поступает по интернету. Умра, пользователь с таким ником, точнее пользовательница, пишет. Вы часто говорите, что мечтаете стать священником. Почему вы им не становитесь прямо сейчас? Вообще я должен о мрак или кому-то так отвечать. Потому что я не становлюсь сейчас прямо. Потому что я считаю, что всему свое время я никогда не скрывал, что я не строю большую федеральную карьеру. У меня нет необходимости и внутренней потребности держаться своими руками за власть или за кресло, за кабинет. И, безусловно, более комфортная для меня атмосфера службы в церкви. У меня такое призвание. Я оцениваю это как свою службу. А те, кто говорят, что давайте священники сейчас освободите. Знаете, пользователи интернета не всегда понимают, что их маленькое сообщество в какой-нибудь группе, где они любят кого-то, какого-то диппозиционного политика, ненавидят нас, большинство россиян. Но это не все общество. Поэтому, ребята, давайте мы будем так. Давайте доверим людям выбирать, кого они хотят видеть своими депутатами, своим президентом. А ваш, так сказать, клуб любителей смузи в каком-нибудь крафтовом кофешопе – это не люди, это не страна. Вы очень маленькая часть. Ещё один вопрос от пользователя. Почему Вас так беспокоят геи, которых статистически не более 7% от всего населения, которые в России настолько запуганы, что из этих 7% себя как-то публично проявляют лишь единиц? – Кого беспокоит? – Ну, вот вопрос к Вам. – Меня не беспокоят люди, больные заболеваниями. У меня в школьном учебнике любят педерастии, такое заболевание есть. Меня не беспокоят. Меня беспокоят, когда они лезут со своими стандартами, да. У нас в России нету гей-парадов. Вот в Прибалтике, я знаю, есть гей-парады. Я, как родители, не люблю, не хочу, чтобы моим детям приходили, так сказать… Вот Дональд Трамп недавно опубликовал фотографию, что ли мы его вспоминали. Он был в детском саду, где висит шестицветный зраченческий флаг. Я не хочу, чтобы моим детям этот флаг навязывали, эти ценности ложные навязывали. И большинство латышей, литровцев, эстонцев, жителей Тюрингии тоже не хотят. У меня, между прочим, я имею право говорить как европеец с большим основанием, чем многие другие люди европейцы. Потому что я по национальности европеец. Я говорю, как обычный европейский политик, как традиционный, нормальный европейский политик, как политик, христианин, семьянин. Все, это нормальная позиция, чуваки. Если вам нравится обсуждать вопросы свободы секс-меченств, то вы не европейцы. Вы какие-то приезжие, вы инопланетяне, вы не из нашей системы. Добрая Европа – это не вы. Добрая Европа – она традиционна. Кирхэ, кирхэ, кирхэ кинда. А не ваши лидеральные ценности. Лидеральные ценности – это не европейские ценности. Ну вот ваши инициативы часто направлены на борьбу с пропагандой гомосексуализма. И вот у нас в студии как раз был Герман Стерлигов. Он как-то пытался выдвинуть инициативу смертной казни для геев. Вы как-то предложили выдать геем ветеринарные книжки. Вот почему эти люди заслуживают жить в такой нелюбви? Какие люди? Гомосексуалисты. Давайте так. Вы отличаете какие-то ситуации от общей. Кто выдает ветеринарные книжки? Да у нас половина популярной сцены. У нас там режиссёров куча этих голубых. И что? Они сидят, поют, получают награды свои. Никто их не трогает. В России вообще никто не трогает. У нас моя законодательная инициатива насчёт пропаганды гомосексуализма Казалось, запреты пропаганды среди детей. Только лишь. Во взрослую жизнь никто не влезает. Мне неинтересно. Это мой личный выбор. Я считаю, что я не люблю преступников. Я не люблю бандитов, убийц, насильников, мужеложников. Это неправильно. Это нормальное отношение. Почитайте Священное Писание. Поэтому это нормальное отношение к этому греху. Мы просто разделяем, что грех, любовь к греху недопустима. А человек, ну, людей-то мы всех любим, конечно. Кто из нас без греха? Тот пускай первый бросит камень, тот спаситель. Поэтому камнем мы никого не бросаем. Мы не Европа современная. Мы никого не клеймим, не сажаем взаимокомыслие в тюрьму. Ну, то есть гомосексуализм это болезнь. Она излечимая или не излечимая, на Ваш взгляд? Конечно, излечимая. Как и любое духовное страдание, оно излечимо. Воровство, криптомания излечимо, излечимо. Конечно, это сложная вещь, это сложный процесс. И самое плохое, что мы можем придумать, это создать атмосферу для больных этим заболеванием того, что они нормальны. То есть у человека утрачиваются нравственные камертоны, утрачивается ощущение своей девиантности. И вот в атмосфере такого либерализма ему начинает казаться, что он живет нормальной жизнью. Мужик живет с мужиком, и они нормальные люди. Они не нормальные люди. Они не нормальные люди. И это такое же преступление, а ты такая же оморачивая, как и любые другие вещи. И если тебе кажется, что ты ни у кого не краешь, но занимаешься этим, ты такой же. Это в череде тех смертных грехов, которые есть. Поэтому надо задуматься об этом просто. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. У нас на прямой связи из Москвы депутат Государственной Думы России Виталий Милонов сегодня. Так что ждем ваших звонков. Ну и пишите в интернете, мы также зачитываем ваши вопросы, задаем их нашему гостю. Вот, Виталий Валентинович, есть мнение, что бюджетников России на работу часто принуждают или настоятельно рекомендуют, по крайней мере, вступать в партию в основном в Единую Россию. Вот как вы к подобным действиям относитесь? Со стороны руководства, например, работодателей и так далее? Это смешно. Общество в России достаточно свободное. Если кого-то вы заставите вступать в партию, то завтра же будет громадный скандал. То есть вы отрицаете, что такие случаи существуют? Ну, слушайте. Возможно, нет. Случаи бывают разные. Давайте мы говорим о системе или о конкретном отклонении. Знаете, а есть случаи, когда, и причем очень часто, когда пожилые преподаватели театрального училища заставляют вступать в гомосексуальную связь молодых студентов. Обещаем протекцию. Или продюсеры то же самое. Это причем система. Мы же об этом не говорим. Есть разные вещи. Есть частные отклонения. Но поверьте, если вы в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, как работодатель, заставите кого-то вступить в партию под угрозу увольнения, то об этом напишут сразу же все СМИ. Человек выложит это анонимно в интернете. Это будет скандал. Это не наши методы. Почему? Может, он боится, что его уволят, если он это выложит. Я не верю, что нормальный житель Амрики может такой вопрос задать. Это же смешно. Это такой образ создания фейка. Это мне напоминает какого-то либерального активиста, сбежавшего из России в Алику. Кстати, у вас там есть сбежавшие недостойные люди, отвратительные людишки, жулики, которые под видом гонимых в Балтийских странах. И они пишут, что это фейк. Это ерунда. Это неправда. Никто, никого, никого не призывают вступать. И это не надо. Не надо. Потому что человек, которого ты запишешь в партию под принуждением, не будет полезен партии. Это вредно. Любой человек это знает. Хотя, возможно, случаи аномальные бывают. Так же, как бывают люди, когда люди воруют. Люди кого-то убивают. А от того, что кто-то кого-то убил, это же не значит, что в стране все прощеряют убийство. Нет, они прощеряются. И нигде, ни в партии, ни в одной, ни в другой, ни в пятой. В коем случае не говорят о том, что вы должны использовать такие методы. Вот то, что в кафе Starbucks американский кафе, они считают, что они варят кофе. Кофе там, кстати, отвратительный. Отвратительный кофе, они не умеют его делать. Так вот, Starbucks, они выдвигают определенные требования к людям. В частности, почему-то я знаю, правда, что ты должен поддерживать там меньшинство и прочие мерзости. Тем самым, видимо, так сказать, они хотят, чтобы поменьше идей ходило в Starbucks. Не только потому, что там плохой кофе, а потому, что там еще и мерзкая атмосфера. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально несколько минут новости рекламы. Потом вернемся и продолжим наш разговор с Виталием Милоновым. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Полком. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нашей студией из Москвы депутат Государственной Думы России Виталий Милонов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Ну вот, Виталий Валентинович, вас называют женоненавистником. Некоторые, да? За ваши резкие высказывания в адрес женщины. Вот, например… Скажите, кто этот негодяй, который меня так может назвать? Это нормальный человек, меня таким точно не может назвать, потому что это какие-то фрики. Я думаю, что это люди, больные, опять же, всякими отклонениями в ориентации. Ну вот ваш законопроект, согласно которому нерожавшие женщины до 23 лет должны нести воинскую службу, вот тоже, наверное, послужил поводом, может быть, для подтверждения этого статуса. Вот справедливо, что вас таким считают или нет? Ну, это было справедливо бы для идиота, который верит в фейковые новости. То есть вы такой законопроект не предлагали? Ну, это такая шутка, которая вообще… Ну, честно говоря, мне смешно, я с большим удовлетворением и вниманием отношусь всегда к фейковым новостям про себя. Вот. Кто-то придумал такую шутку – окей, хорошо. Ну, понятно, давайте мы не будем рассматривать шуточные фейковые новости, которые, в общем, придуманы для меня кем-то в качестве моего… Женоненавистник – это гомосексуалист. Вот он – женоненавистник. А я почему? Я, наоборот, традиционалист. Русская культура, она пропитана любовью к женщине. Как можно быть женоненавистником? Вот. Просто есть некоторые лица женского пола, которые уже не похожи даже на лица женского пола. Все там, не знаю, исколотые, там еще, не знаю, в пирсинге, еще какие-то там бездетные прокуренные, в общем, без всяких традиционных ценностей в голове, которые считают себя женщинами. Ну, вот они могут себя считать женщинами, так они уже не являются только физиологически. Вот. И то я… Не делают о них. Тем более, что… Конечно, должна быть семья в России, должна быть семья, семья многодетная, должна стать нормой. И многодетная – не должно быть такого термина. Должна быть семья молодетная, когда меньше трех детей. Это семья, нуждающаяся в помощи. А многодетная – это семья, которая является нормальной. Ну, то есть этот законопроект к вам никакого отношения не имеет? Это фейк-ньюс, так называемый? Ну, конечно же. И вот это сорванец Лешка Навальный у себя в газетенке какой-то опубликовал, когда хотел мэром стать Москвы. Ну, конечно, не выбрал никто, но там всякое много разной ложи там было сделано. Ну, в общем, это одна из новостей из его газетенок. Вопрос от Полины поступил по интернету. Когда состоится батл с комиком Данилой Поперечным? И что за вопрос молодежной политики вы намерены с ним обсудить? Батл, ну, Поперечный точно не является комиком. Комик – это талантливый актер. Поперечный – бездарность. Серая личность, которая себе пытается какими-то мега способами снискать популярность. Он не интересен, но он там что-то выступал, и мы с друзьями, кстати, с рэберами питерскими сказали, «Хорошо, если ты смелый, давай иди на батл». Только не на батл, нормальный рэп-батл будет. Он испугался, он испугался, потому что Поперечный – это ничто. Поперечный – это ниже уровня газетской канализации. Бесталантная абсолютно посредственность. Поэтому, собственно говоря, чтобы с ним разговаривать, нужно уже после этого пойти в душ мыться, потому что нужно язык отмывать или уши, вернее, от того, что ты услышишь. Еще один вопрос из интернета. Константин его задает. Что для вас важнее – сексуальная ориентация человека или его искренний патриотизм? Вспоминая великую русскую культуру, хочу вспомнить поговорку «В огороде Бузина, а в Киеве дядька». И то, и другое абсолютно правильное утверждение, никакого отношения друг к другу не имеющие. Поэтому я, извините меня, в ориентациях не разбираюсь. Это неинтересно, серьезно. До тех пор, пока эти проблемы внутри человека не становятся его активной позицией и попыткой навязывания своего отношения к своим же соплеменникам, сородичам, пока он не пытается это заставить признать всех нормой, мне он никак не волнует вообще. Насколько для вас важно ваше окружение, насколько вы выборочны в этом плане? Например, в партии «Единая Россия», членом которой вы являетесь, есть гомосексуалисты? Да я не заглядывал, поймите, у нас в стране вообще не принято спрашивать личные вопросы. Это неприлично, по морде может получить. Мы же не… Понимаете, в чем дело? В Европе, в некоторых странах европейских, к сожалению, захватившаяся власть не европейцы, которые захватили власть, это те, кто являются нашими врагами, врагами европейцев нормальных, традиционных. Леваки, леваки, веганы, зеленые, вот вся эта мерзость, которая захватила власть, они пытаются всеми акцентировать вопрос с ориентацией. У нас в России такого нет, никто никого не спрашивает. Частная жизнь в России уважается, поэтому никто никому не подглядывает. Ну, до тех пор, пока человек сам начинает не выпячивать. Да. 6М2-12-93-9 и 6М2-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы также по телефону и пишите в Фейсбуке, в социальных сетях или на сайте MixNewsLV. Мы эти вопросы также озвучиваем. У нас сегодня Виталий Милонов, депутат Госдумы России на прямой связи. И вот, кстати, вопрос еще один поступил по интернету. Игорь спрашивает. В списке Единой России на муниципальных выборах в Республике Алтай нашли 55 бывших уголовников и рецидивистов. Это правда? Вот такой вопрос. 55 прямо уголовников. Бывших уголовников и рецидивистов. Цитата. Вы представляете, сколько нужно депутатов Республики Алтай, чтобы в списке было аж 65 или 55 уголовников? Там парламент меньше на Республике Алтай, чем 55 человек. Там что? Единая Россия, по мнению уважаемого эксперта, через букву «Д», считает, что Единая Россия выдвинула больше, чем нужно человек даже в этот парламент, чтобы из 35 мест там было 55 кандидатов именно единороссов и все с уголовным прошлым. Ну, я считаю, что когда у партии миллионы людей и она выдвигает на выборы своих кандидатов, а это каждый год десятки тысяч людей, то из десятка тысяч всегда может попасться кто-то неправильный. Как и в других партиях. Просто другой вопрос, что другие партии гораздо меньше, они выдвигают гораздо меньшее количество людей. Уровень негодяев там выше, кстати. Хотя, безусловно, Единая Россия такая же, как и все, как и все люди. У нас бывают разные люди, которыми мы расстаемся и расстаемся без сожаления, которые совершили ошибки. Но есть ошибки несовместимые с членством партии. Понимаете, просто человек, видимо, не читал там каких-то книжек. Ну, например, Новый Завет не читал, ни разу не слышал даже о нем. Вообще, христиане, они проще к этому относятся. У нас вообще каждый 12-й предатель, ну, с самых древних времен. Так что надо спокойнее к этому относиться, что всегда бывают люди, которые совершают ошибки и будут. И партий непогрежимых нет. И недавно вот бывший нунцы папский в Америке заявил о том, что он лично папе Франциску говорил о том, что осторожно там, комосейки у нас там расплодились. А папа никак не реагировал. Ну, я понимаю, папа любит леваков, поэтому к ним так относятся, ну, пастырски и милосердно. Хотя надо понимать, что они вредители. Но есть всегда такие проблемы. Давайте примем звонок у нас на линии радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Глеб, господин Милонов. У меня к вам такой вопрос. Значит, партия «Единая Россия» декларирует, ну, как бы, поддержку соотечественников за рубежом. Но на самом деле дела явно расходятся со словами, поскольку вот у нас есть вопрос очень такой животрепещущий. Например, как посещение гражданами Латвиями русскими в происхождении Российской Федерации. Это все по виде. Сделать паспорт русского, об этом разговор идут давно. Я лично задавал вопрос послу Вишнякову, когда он был послом Латвии. Он сказал, мы признали нецелесообразным этот паспорт, но мы поддерживаем неграждан. То есть получается следующее. Становились гражданином Латвии, и тогда как бы вопрос с вами решен, мы его зачеркнули. Да, и множество людей просто даже не были в России по той простой причине, что первизу на многодетную семью из пяти человек стоит порядка 350 евро, даже, наверное, выше. То есть вот как этот вопрос прокачать в Государственную Думу? Не могли бы мы заняться наконец-то решением на делах вопроса поддержки соотечественникам, а не просто декларациями, которые спасибо? Да, спасибо вам, господин Милонов. Много вопросов. Наконец-то займитесь делами уже, в конце концов. То есть там другие дела, которыми мы занимаемся, они не важны. Да, только это вопрос. Ну, знаете, в Госдуме это 450 человек. И очень много комитетов. Я к своему стыду не могу даже по памяти вам сказать, какое количество комитетов. Я не занимаюсь вопросом соотечественников в Госдуме. Хотя вот 3 сентября опять поеду. Я каждый месяц почти езжу в Горловку. Там помогаем нашим соотечественникам, которых бомбят. Не которые 350 долларов должны или евро за визу заплатить, а которые не могут заплатить 350 рублей, ни копейки денег нет. Потому что их каждый день бомбят фашисты под украинскими знаменами. Я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим. Я занимаюсь еще другими вопросами. Я не могу заниматься всем. И этот вопрос для меня, между прочим, хотя я не член этого комитета по связям с соотечественниками и ближнему, там, бывшему СНГ, ближнему СНГ, бывшему СССР, я не занимаюсь этим. Он просто со мной, я поддерживаю. Вот в данной ситуации я поддерживаю, что те люди, которые являются не гражданами, они не должны им не являться. Этим людям Россия должна притянуть руку. Конечно, это вызовет шипение, так сказать, нагайны, я бы сказал, европейской политики современной. Ненависть, просто гнев Валандеморта, который с флагом Евросоюза к нам примчится, как мы можем вмешиваться. Но я считаю, что если люди, если их не признает собственная страна, где они живут, если они считаются людьми второго сорта, значит, нам нужно этих людей позаботиться. Это моя позиция, она личная моя позиция. Я считаю, что любой человек, который хочет принять гражданство Российской Федерации, может это сделать. Мы должны иметь возможность это ему предоставить. И не предоставлять гражданство сплошь и рядом жителям города Оша, которые потом ещё чёрт не знает, чем занимаются в нашей стране, а заниматься тем, что носителям русского языка, говорящим по-русски людям, не слабо владеющим русским языком, узбекам, например, киргизмом, а именно нашим соотечественникам, которые являются абсолютно русскими людьми, давать возможность иметь гражданство России. Потому что их страна, о них не заботится. Значит, мы должны жителям ДНР и ЛНР, это моя личная позиция, ещё хочу сказать, жителям ДНР и ЛНР, жителям русским в Прибалтике, которые хотят стать россиянами, дать возможность соединиться с Родиной, стать гражданами Российской Федерации. Мы не вмешиваемся в дела Прибалтики, это личные дела, это страны, которые выбрали свой путь, они там вступили в НАТО, им присылали помощь от НАТО, прислали квадроциклы какие-то от НАТО, ещё там надувные лодки для охраны границ. Всё отлично, но я считаю, что вот это была бы реальная помощь. Каждому, кто лишён возможности быть полноценным гражданином в своей стране, каждому русскоговорящему, мыслящему себя как русский, надо дать это право. Потому что, знаете, по национальности уж точно нельзя выбирать. У нас в Петербурге идёшь, Петербург построен русскими, ни одной русской фамилии там. То Бархвайде-Толли, то ещё, то армяне, то итальянцы, то немцы. Я сам, значит, немец. А моя тётя жила под Ригой, кстати. Я вообще под Ригой очень часто бывал в Огре, город Огре. Большая ошибка. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Задавайте свои вопросы, задавайте их по телефону или также пишите в интернете. Мы их также зачитываем и задаём нашему гостю. И у нас есть звонок. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня Мария зовут. Я русскоговорящий человек, да? Зачем вы этим клоуном эфир даёте? То этот миллионер из Алисы, то вот этот клоун очередной православный. Я не знаю, это... Ну, это маразм какой-то. Неужели умных людей в России нет? То есть вопрос у вас будет к нашему гостю? Или только комментариус? Он же... Он перебывается в воздухе. Вы что, не видите? Да какой вопрос ему не задай? Он хотел занять нишу Жириновского. Но Жириновский поталантливее немножко, понимаете? Он помоложе, думает, вот я буду гомофоб, я буду православный патриот и всё такое. Ну, пускай ответят, но я послушаю. Спасибо вам. Ну, вот такая реплика в отношении вас, господин Милонов. Как можете прокомментировать? Знаете, у меня такое ощущение, что позвонил сценический герой Семёна Слепакова из передачи «Наша Раша». Он тоже очень талантливо комментировал все политические события в нашей стране вот с пивасом в руке. Вопроса не было. Когда человек, ну там это того самого, что там там, клоуны все они там, да вообще мы их знаем, мы сами лучше управляем. Ну, таких людей много, и это тоже люди, которые имеют право на свою позицию. Вопроса-то нет. Понимаете, люди могут критиковать, и очень многие. У нас же все специалисты в футболе, в международной политике, и ещё во многих, и в космосе, да. Но вот только, к сожалению, играют плохо. Поэтому в данном случае, если был бы вопрос, можно было бы его обсудить. Вопросов-то нет, но есть набор комментариев. Зачем вы этому клоуну? Ну, послушайте, там, не знаю, латвийского политика. Там они не клоуны. Наверное. Давайте ещё звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Лариса. Вот я считаю, что Марис не прав. Надо слово давать всем. И тот же Стерлигов, и Милонов, и всё. Потому что то, что мы видим по телевизору, это не всегда мы разностороннюю информацию о них получаем. А когда вот они отвечают на вопросы, то уже более понятна их позиция, их взгляд, и всё. Например, вот Влад Сувченко относилась не очень хорошо. Но когда вот он поговорил с вами, у меня изменилось о нём мнение. Милонов тоже, мы только его знали, как ретрограда православного. А сейчас я слушаю, и оказывается довольно умный человек, разносторонний. Спасибо. Спасибо вам, Лариса. Ещё звонок сразу примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Конечно, у меня городные братья. Меня зовут Аркадий. Я вот только что подключился, да. И сразу понял позицию вашего гостя по поводу гражданства российского. Вы знаете, я живу в Латвии, я не гражданин Латвии. Я родился в Советском Союзе, то есть вроде бы у меня есть возможность получить российское гражданство. Но я это не буду никогда делать. И вот почему. Мне не нравится Путин. И если я в интернете здесь в Латвии свободно пишу своё мнение, то в России. У меня есть большая вероятность, что меня за посты в Твиттере или Фейсбуке посадят за решётку. У вас будет вопрос к нашему гостю? Вот я у него хочу спросить, что делать мне? Спасибо вам, да, господин Милонов. Русский вопрос, что делать традиционно. Товарищ, вас очень понимаю. Можно сходить в клуб «Кафе Матрёшка». там обсудить вопрос, что делать. Разработать план спасения этой страны от оккупации этих расистов. Всегда есть… На самом деле я очень благодарен за этот звонок, потому что человек с лёгким акцентом говорит, что он русский человек, и очень боится сесть в тюрьму за то, что он выскажет мнение в Твиттере, что он будет героем, что он совершит подвиг, подвиг, мужество проявит. Он напишет в Твиттере «Я не люблю Путина». Он об этом… И тут же к нему прибегут из подвалов в Лубянке кровавая гобня, будет связывать его, пытать, унижать, как пусть и рает. Придётся эмигрировать его, уезжать. Дорогой товарищ, у нас куча людей в стране пишут, что они любят Путина, пишут, что не любят Путина, причём в Твиттере, так сказать, эти пропорции другие совсем, чем в реальной жизни. И гулаги не наполнены этими людьми. Вот в чём проблема, да. То, что вы хотите получать паспорт или не хотите, это ваш личный выбор. Знаете, страна, она вообще имеет более долгую историю. Россию, я имею в виду, конечно, чем историю одного или двух политиков. Понимаете, стране-то больше тысячи лет. Вопрос, как ты любишь страну, ни в коем образом не коррелирует твоего отношения к тому или иному политику. Страна и политики – это… Страна – это постоянно политики, приходящие и уходящие. И, знаете, я хорошо знаком, например, с таким оппозиционным политиком. Я думаю, что наш говорящий по-русски человек позвонил, что он знает его. Григорий Алексеевич Явлинский. Абсолютно мой политический оппонент, но мы с ним лично знакомы. Он был тоже депутатом, так сказать, на Санкт-Петербурге, свой созыв. И вот он оппонент, он либерал, но он любит Россию по-своему. То есть он по-другому. Ему кажется, что Россия должна быть другим государством. Но его мотивация – это его, в его понимании любовь к стране. И для него, для абсолютно стопроцентного либерала, такого вопроса бы не стояло. Что я не буду там россиянином, потому что не люблю того или иного. Ты россиянин, ты же любишь Россию, а не Путина или Шойгу, или Милонова, или еще от кого-то. Понимаете, если исходить из такой выводки, мы все в 90-х должны были отказаться от гражданства России, потому что у нас пьяный придурок руководил страной. Что это? Нет, мы Россию-то любим. И то же самое, вот вы поверьте, россияне, русские не формулируют негативное отношение к странам Балтии из-за того, что тот или иной президент или президентша как-то плохо высказывается о стране. Они уйдут, а наши страны останутся, и наша дружба останется, наши семьи останутся. Давайте еще звонок примем. Я живу в Петербурге, и что? Мы должны друг друга ненавидеть. Давайте еще звонок примем. Так, только что у нас сорвался звонок. Ну, у нас буквально несколько минут остается до конца эфира. Ну, вот успеем принять, наверное. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Я согласен в формировке данного лица, которое вы тут комментируете, с Марисом. Мы не согласен только в том, что действительно нужно таких людей почаще показывать, чтобы все видели бы, до какой деградации может дойти правящая элита в Кремле. Потому что, чтобы быть голословным, я скажу, что о лицемерии и трусливости данного субъекта это тот человек, который организовал дом Мефистофеля в Петербурге, который смотрел, как ему казалось, на православную церковь. И этот дом, который построен еще до революции, он решил там Мефистофеля снести, сломать. А сам он не показался, а там из-за угла подглядывал. Да, ему даже смелости не хватило признаться в этом. Я сам радиоведущий на радиостанции «Комсомольская», я не комментирую никогда, в отличие от неких других радиоведущих в России, звонки. Господи, ну какой идиотизм, а? Это вот с таким типичным акцентиком. Какой ведущий, да? Вот он прятался, вот прятался, он боялся. Что за бред несет этот человек, Господи? Надо показывать, да, что люди в России, люди, которые нормально говорят о государствах Балтии, да, показывайте. Которые нормально относятся к другим языкам, к другим культурам. Люди, которых там пять детей. Вот у меня пятеро детей. Я счастлив, что я верующий, православный человек. У меня пятеро детей. Поэтому у меня общего с людьми, живущими в Латвии, гораздо больше, чем у этого субъекта. Которого, наверное, и детей-то даже нет. Эти там, что-то, какого-то, мефистофеля снесли. Ну, действительно, вот эти люди, они придумывают всякую гадость, всякие фейки для того, чтобы легче обосновать свою позицию. Я очень уважаю моих оппонентов, я их очень уважаю. Пожалуйста. Но давайте мы будем говорить, отталкиваясь от фактов, от наших мировоззрений, а не от каких-то какой-то ерунды, которые придуманы кем-то. Давайте спорить по существу. Но по существу, что вам не нравится в нас, что у нас детей много, что мы за традиционные ценности. Что вам не нравится? Я уверен, что всем эти ценности разделяют. И в Латвии, и в Эстонии, и в Германии. Ну, вот многие избиратели вашего округа требуют вашей отставки из-за целой серии абсурдных инициатив. Ну, дорогие мои, была... Ну, как вы относитесь вообще к подобной критике? Да это не критик, это фейк. Был один гомосексуалист, активист. Ну, опять же, прошу прощения, что, возвращаясь к ним, просто они такие более активные. Ну, вот у нас вот время, к сожалению, заканчивается. В России. Да, вот в двух словах. В России. На американском сайте я создал петицию, что мне нужно убрать, хотя он не имейлировать своим избирателям. Мои избиратели – те, кто за меня голосуют. Они голосуют, и я становлюсь депутатом. Не будет их устраивать, и не будут голосовать, и не будут депутаты. Спасибо вам большое. Виталий Милонов, депутат Госдумы России, был с нами на прямой связи в программе «Абонент доступен». Всего доброго и до свидания.